Друзья, привет! И с вами я, ваш доктор Шилов, автор проекта докторшилов.ком Ну что, я сегодня вот какое видео хочу записать. Давненько я видео не записывал, не выкладывал, снизил активность свою на ютубе, серьезных видео никаких не писал. И я хочу вернуться к теме корректуры. У меня сейчас идет проект корректуры 3.0, который я снова начал. Да, я на долгое время пропал из вида. Многие мои подписчики постоянно писали, Михаил Юрьевич, а что такое происходит? У вас постоянно какие-то, вы выкладываете еду, какие-то по медицинской деятельности. Куда-то пропал спорт абсолютно, боевые искусства, макевара, занятия со спортом серьезные. Какие-то там отчеты, но вы как-то вроде в форме, вроде как бы мышцы есть. Но все равно, куда пропала сухость и рельеф и все такое прочее. Вот я хочу к этому вернуться. Объясню сейчас, почему это все пропало. Спортом я все время продолжал заниматься. Мышечная масса у меня прекрасная, качество я хорошее. Но жирка немножко лишнего есть. Не убирал я это никуда. Причины сейчас объясню, какие были. Ну, когда-то начался ковид. Я заболел сильно ковидом. Не до спорта было. Прям серьезно было проблем. Вот, потом там вторая волна. Еще бизнесы пострадали некоторые. Надо было заниматься серьезно. Потому что нарушилась и логистика поставок там комплектующих для спортивного инвентаря и все такое прочее. И в интернет-бизнесе какие-то проблемы начались. Потом СВО. И вот так вот все одно за другим, одно за другим недоведением. Серьезных блоков, недоведение каких-то серьезных видеозаписей и проектов на Ютубе. Сейчас Ютуб вообще загибается. Так что буду, наверное, вести это. В том числе ВК-видео на Рутюбе. Ну, вариантов нет, понимаете. В Ютубе тоже все будет. И в Инстаграме будет. В запрещенной сети. И на Фейсбуке в запрещенной сети. Все это будет. Но больше будем осваивать и вот эти новые платформы. Вот. И что я хочу сказать. Ну, вот буквально начал я этот проект не так давно. Ну, вот по-серьезному. И хочу вас в него вовлечь. Если кто-то хочет, присоединяйтесь в него. И у меня есть в Телеграме сообщество. Я ссылку на него обязательно дам. Может в этом видео, в следующем, где-то в своих прочих социальных сетях. Потому что я везде присутствую. Меня везде найдете. Очень легко, как доктор Шилов. Или доктор Шилов с 37. По хэштегу, по такому. Ну и вот. И будем вместе, как говорится, худеть. Набирать массу. Рельеф прорезать. И все такое прочее. Буду показывать, как я занимаюсь. Можете мне там написать. Задать вопросы по питанию. По тренировкам. По всему прочему. Будем общаться по этому вопросу. Друзья мои. Что бы ни происходило. Но вот хочу сказать так. Да. Были депрессивные состояния. Не было желания вести там что-то. Какие-то блоги. Заниматься чем-то. Таким в плане хобби. Развития. Оставалось все только на работу. Силы и желание на семью. На путешествие, безусловно. Потому что это вытаскивает из негативных каких-то эмоций. И все такое прочее. Кстати, не худел еще по той причине, что собирался на Эльбрус. Вот. И я не хотел при подъеме на Эльбрус есть и пить. Как это делают обычно все. Потому что это чревато последствиями для новичков. А я считаю себя новичком. Поэтому я при восхождении фактически ничего не пил. Там два глотка воды сделал и ничего не ел. Поэтому мне не пришлось на Эльбрусе в туалет ходить. Там это сложно очень. И туда-сюда сходил без проблем вообще. Потеряв за этот поход что-то порядка там 12 тысяч килокалорий. За одно восхождение и спуск. И все это было на перекисном окислении липидов. Вот. То есть на липолизе все это было. Вот. Вот так лучше сказать. Если правильно. Так. Сейчас я руку поменяю. Ну что-то без сочетатива пишу. Вот. Дальше. Что еще хочу сказать? А дальше хочу сказать то, что как бы не складывались обстоятельства, жить-то надо. Будем продолжать делать что должен. И будь что будет. Все получится. Поэтому занимаемся спортом. Вовлекаемся в проект корректура. И я думаю, что буду почаще записывать видео на самые разные темы. Уже видео длинные, хорошие, обработанные, серьезные. Вот. Поддерживайте меня своими лайками, подписками, репостами. Мне это будет очень приятно. Это простимулирует. Потому что раньше все это хорошо работало. Сейчас надо будет все это по новой. Все. Пока. Салют.